Откуда берется приспособленчество? Ребенок, вспоминайте, он в силу среды, в силу закрытости пространства, в силу огромного роста своих родителей по отношению к нему, громогласности, непонимания, каких-то сюжетных вариантов. Он вынужден приспосабливаться, потому что у него другого выхода нет. Крайне редко в семье бывает то, когда ребенку что-то объясняют. Да мы же все занятые, мы же все работающие, все уставшие. Ну и вот как-то так. Пойди книжку почитай, пойди там еще чем-то занять. Ты же мама устала, ты же мама голова болит. Пойди вот на тебе телевизор, на мультики посмотри. Ребенок интерпретирует, вспоминайте, все это по-своему. Но в силу желания прикоснуться и чувствовать себя нужным, любимым, заботой, покушать, внимание, нас вынуждают, у каждого это есть, нас вынуждают вырабатывать персонаж в приспособленчество. Потому что есть даже в обществе такой очень серьезный постулат, кто сильнее, тот и прав. Это берется из семьи. И когда мы этот персонаж в себе взращиваем, то мы и бьем точки входа, вспоминайте опять. Когда на меня идет человек, который очень похож на мою маму, кричит так же и безапелляционно заверяет какими-то убеждениями, кидается или какими-то заявлениями, то проще всего, не понимая, кто это и что это, сказать «Угу», «Угу». Чем делаем? Две больших гадости. Первую делаем себе, потому что себя предали и не стали разбираться. И человеку, если я сказала «Угу», значит, я приняла все величие, всю мудрость веков, всю красоту, вот все, что там есть, я все это приняла и с этим согласилась. Значит, у человека работает обратная система, как две крайности. И человек по отношению ко мне, он меня прям вылавливать будет везде и рассказывать мне, что он думает на ту или другую тему. Для чего? Для того, чтобы я еще раз сказала «Угу», еще раз «Угу», еще раз «Угу». И тогда это будет такое состояние победы. Пускай она будет мнимая, но по отношению к одной взятой вот субстанции, это будет завораживающе.